Эфир нашего телеканала продолжает программу 13 этаж. С вами Алексей Шемякин. Здравствуйте. 13 сентября в единый день голосования жители Архангельской области придут на избирательные участки, чтобы выбрать губернатора Архангельской области. Регион готовится. А вот как и что нас ждет впереди? Поговорим об этом сегодня с председателем Архангельской областной избирательной комиссии Андреем Контьевским. Он у нас в студии. Андрей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Изначально начнем, наверное, немножко с истории уже. Ведь вначале пришли 8 кандидатов, и все они подали документы. В итоге зарегистрировали 6. Где двоих потеряли? Документы подали в избирательную комиссию Архангельской области о своем выдвижении 8 кандидатов. Всех мы их называли. Это представители политических партий, потому что само выдвижение областным законам не предусмотрено. Выдвинули своих кандидатов 3 парламентских партии, ну и, соответственно, 5 непарламентских партий. После того, как кандидаты стали собирать подписи в свою поддержку, для того, чтобы подать документы уже на регистрацию, а процесс сбора подписи – это обязательное условие, документы на регистрацию сдали фактически уже в необходимом количестве 7 кандидатов. То есть, один из кандидатов Шевелев сдал меньшее количество подписей изначально, которое было необходимо для того, чтобы рассматривать его как потенциального кандидата для регистрации. То есть, 189 необходимое количество было, он сдал 119. Соответственно, он уже автоматически на момент подачи документов уже, мы понимали, что он кандидатом быть не может. То есть, оставалось 7. После проверки документов, представленных кандидатом Мандрыкиным, выяснилось, что ряд подписей у него задвоенный. То есть, он собирал среди тех депутатов, которые уже отдали свои голоса за кого-то из кандидатов. Это первое было замечание. Ну и самое главное замечание, которое было высказано ему тоже при сдаче документов, с учетом требований областного закона, необходимо было собирать подписи на территории не менее трех четвертей муниципальных образований области или ИНАО. То есть, 21 район или город в этих муниципальных образованиях необходимо было собрать хотя бы по одной подписи. На момент сдачи документов он представил 20 таких подписей на территории, вернее, 20 районов и городов охватил. То есть, то же самое это было зафиксировано при сдаче документов. И он изначально уже понимал, что не хватает подписей. Ну вот, с учетом проверки и так далее, подписи были выявлены часть задвоенных, как я уже сказал. Еще были претензии по оформлению листов, впрочем, как у других кандидатов. Но, исходя из необходимого количества, которое было для того, чтобы они были зарегистрированы, у нас осталось 6 кандидатов. Зачем изначально, зная, что ты не пройдешь, подавать документы? Мы такой вопрос ему тоже задали, в общем-то, на заседании комиссии, когда рассматривали вопрос о регистрации, отказе в регистрации. Он на него не ответил. Он сказал, что якобы все подписи уже были собраны за кого-то других. И он уговаривал депутатов для того, чтобы они поставили подписи, понимая, что не все подписи другими кандидатами будут сданы. То есть, такая русская рулетка. То есть, я собираю подписи, понимаю, что вдруг кто-то, даже если поставил за кого-то другого из кандидатов, этот кандидат мою подпись не сдаст. И смотрел эфир ваших коллег в Северодвинске, тоже Алексей Редфорд, предположим, задал ему этот же вопрос. То есть, понимая, что вы, говорит, обвиняете, что якобы подписи были за всех собраны, вы же тоже большее количество подписей собирали. Но то, что он ответил, что действительно, подписи-то собираешься всегда больше для того, чтобы какие-то, ну, где-то с нарушением могут быть собраны. От всех какой-нибудь. Да, то есть, от всех происходит. Поэтому он подтвердил, что подписи он свою поддержку собирал больше, но все равно ему не хватило, потому что он не смог охватить то количество, которое необходимо по закону. А спаривать будут? Он заявил о том, что они будут обжаловать наши решения в суд, в Центральную избирательную комиссию. На сегодняшний день пока такие заявления ни в суд не поступали, а срок для обжалования до 17-го числа. Десять дней. Андрей Васильевич, но, тем не менее, зарегистрировали шесть кандидатов. Что они теперь делают, эти шесть кандидатов? Каков их дальнейший путь? Ну, вот если сказать даже о том, что сам момент выдвижения пришелся на фактически середину кампании по общероссийскому голосованию. Вы помните, что это было середина июня, когда шло выдвижение. Естественно, весь интерес у избирателей, участников голосования был направлен на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Естественно, ввести агитацию в таких условиях, наверное, было бессмысленно, потому что она бы просто была поглощена той информацией, которая шла именно по общероссийскому голосованию. После того, как голосование завершилось, кандидаты более активно принялись, агитироваясь за себя, проводили встречи, в интернете очень много информации. А так как вся эта информация, агитация, она возможна с момента выдвижения кандидата, за исключением средств массовой информации, мы понимаем, что с завтрашнего дня в СМИ начинается агитация с 15 августа. До этого времени любые формы иные, без применения средств массовой информации, без использования, они были. Поэтому агитацией они занимались так, ну, скажем, может быть, не особо активно, потому что подписи собирали, но все равно она была. Сейчас активная фаза начинается агитационная. То есть завтрашнего дня видели, да, по городу очень много баннеров. Я так понимаю, что и сейчас и в районах появляется информация, и будут газеты, и листовки, и в интернете очень много информации о кандидатах. То есть они стали активно о себе рассказывать, о себе, о программах своих, которые они понесут к избирателям, как потенциальные кандидаты. Это будет интересно для избирателей посмотреть, что и как каждый из них представляет из себя. Вот впервые за всю историю губернаторских выборов шесть кандидатов на пост губернатора у нас. Анализировали вообще, почему столько кандидатов, такое количество вернее? На выборах в 2015 году у нас заявлялось семь кандидатов, тоже осталось в бюллетене пять, потому что партия Парнас и партия Великое Отечество также не смогли пройти муниципальный фельд по объективным причинам. То есть там еще меньшее количество подписей было собрано, они даже не донесли их до нас. Но сейчас кандидатов шесть, потому что, мне кажется, здесь больше сыграло роль то, что партии, которые заявились, они пытаются сейчас заработать себе потенциальные очки для того, чтобы идти уже на выборы в Госдуму. То есть трамплин такой. Да, в следующем году у нас выборы в Госдуму. Если проанализировать, какие сейчас партии участвуют в выборах в целом по Российской Федерации, а выборов достаточно много и глав, субъектов, и в региональные законодательные собрания. То есть партий очень много. И новые партии, которые появились буквально за несколько месяцев, были зарегистрированы до начала кампании, региональное отделение, они активно участвуют. Я их называть не буду, потому что их действительно много. И для зрителей они так и так информацию видят о том, что в том или ином регионе эти партии заявились и участвуют именно с прицелом на Госдуму. И у многих, кстати, очень такие экстравагантные названия. Название есть и да. Может ли кандидат в период агитации тоже сойтись с дистанцией, что называется? Ну вообще такое право ему законом предоставлено. Если кандидат по каким-то причинам решит, что он не хочет дальше продолжать избирательную гонку. Я знаю, что в Иркутской области сегодня информацию прочитал. Один из кандидатов снял свою кандидатуру и заявил о том, что избиратели, которые его готовы были поддержать, хотел бы, чтобы они проголосовали за одного из кандидатов, оставшегося участником этой гонки. Поэтому исключать, что кто-то из кандидатов снимет свою кандидатуру у нас, наверное, так было бы неправильно. Тем более, что законом это позволено. Есть уважительные причины в случае приближения к дню голосования, там есть срок, когда уже кандидат не имеет права отказаться без уважительной причины. Поэтому избирательные бюллетени у нас будут готовы 19 августа уже изготовлены. Если кто-то из кандидатов по каким-то причинам уйдет, значит, соответственно, избирательные комиссии будут вычеркивать из избирательного бюллетеня данного кандидата. Тем более, такая практика была уже на предыдущих выборах. Что касается самого процесса голосования, в этот раз опять три дня. Почему? Ну, опять три дня это не потому, что как-то уже стало традиционным. Вообще голосовали один день. У нас всегда был единый день голосования, это был один день. Но так как еще свежо, так скажем, воспоминание по общероссийскому голосованию, когда мы голосовали в общей сложности 7 дней, с учетом 6 дней до дня голосования, не в среду, вы помните, было 1 июля голосование, было решение принято, оно приобрело форму закона, и на всех выборах такая норма будет, возможно, применяться на региональных, на федеральных выборах. То, что касается вот этой кампании, которая нам предстоит в сентябре, норма была принята в мае, и сейчас эти все вопросы регулировала Центральная избирательная комиссия. То есть три дня мы голосуем, мы начинаем с пятницы, продолжаем в субботу и заканчиваем воскресенье. Никаких подсчетов промежуточных не будет, то есть просто будет голосование, когда избиратель в удобное для себя время, с 8 до 20, и в пятницу, например, придет, проголосует, и он свободен как бы в субботу и воскресенье. То есть он может спокойно уехать на дачу, в лес, просто там заняться какими-то своими делами и так далее. То есть это, мне кажется, очень удобно для избирателя. Мы это видели на общероссийском голосовании, когда приходили, значит, там, мамы с детьми приходили, предположим, днем, да, там, например, в пятницу или там в воскресенье, там, прогуливаясь где-то, они заходили, отдавали свой голос. А сейчас мы рассчитываем, что лица преклонного возраста, те, которые в основном находятся на дачах у нас, да, то есть приедут в пятницу, в субботу, может, по каким-то делам продукты купить, там, квартиру проверить, и тоже в пятницу, в субботу придут на избирательные участки, отдадут свой голос за кандидатуру губернатора Архангельской области. А где будут храниться вот эти бюллетени, которые заранее в пятницу, в субботу проголосуют? Все избирательные участки обеспечены сейфами. На каждом избирательном участке круглосуточно будет находиться сотрудник полиции. Они, начиная с завоза избирательных бюллетеней, это будет 10 число, 10 августа, будут находиться круглосуточно на избирательных участках сотрудники полиции. То есть сейф опечатывается в присутствии членов комиссии, в присутствии наблюдателей. Значит, наблюдатель может там подпись поставить свою, чтобы исключить какие-то проникновения и так далее. То есть оно обеспечение безопасности лежит на органах внутренних дел. Возможно ли будет, проголосовать возможно будет только на избирательных участках? Либо, как было вот за Конституцию, поправки голосовали, на улице были пункты, и автобусы ездили. Вы знаете, этот тоже сейчас вопрос обсуждается, потому что в июле все-таки мы рассчитывали, что и в общем-то это показало, что погода была более-менее такая комфортная для голосования на улице. К сожалению, наверное, в полном объеме обеспечить такое голосование будет сейчас невозможно, потому что, во-первых, будет всего лишь два дня для этого, пятница, суббота, там было больше дней. И уже исходя из заявок, так скажем, исходя из понимания, что приблизить участковую комиссию к тому или иной территории, где проживают избиратели в июле и в сентябре, несколько другие погодные условия. То есть, возможно, в сентябре мы не сможем такое большое количество территорий охватить. Здесь надо понимать, что, во-первых, автобусы, в автобусах голосование, в принципе, оно избирателям понравилось, потому что это нужно было, вернее, не нужно было идти на участок, можно было спокойно выйти во двор там и проголосовать. То есть, сейчас, да, мы посмотрим, где это можно сделать, и, возможно, тоже будем в таком же режиме голосовать. Всегда накануне выборов, накануне, скажем так, дня Х был День тишины. В этот раз мы начинаем голосовать в пятницу. Когда будет День тишины? Ну, вообще, конечно, хотелось бы, чтобы День тишины уже наступил в четверг, для того, чтобы каждый избиратель находился вроде бы в равных условиях. С другой стороны, законодательство на сегодняшний день изменений никаких не претерпело в плане, значит, запретов на агитацию в пятницу, там, скажем, и в четверг. Поэтому День тишины наступит в ноль часов в субботу и будет всю субботу до, значит, дня голосования. Поэтому в пятницу еще агитация возможна. Вот, надеемся, что и мы, в общем-то, выдавая удостоверение зарегистрированным кандидатам, тоже на этот момент обратили внимание, к представителям средств массовой информации обратились, о том, чтобы максимально исключить какие-то агитационные материалы в период с четверга, четверг-пятница, соответственно, субботы, для того, чтобы тоже были все в равных условиях. Ну, надеюсь, что нарушений не будет, таких вот явных нарушений, хотя, еще раз говорю, законам не запрещено, значит, разрешено. Будем надеяться, что кандидаты и СМИ будут действовать в рамках общих правил, то есть все, кто, значит, ну, если жеребевка проходила, и у кого-то выйдет в пятницу, например, материал по жеребевке, вопросов нет. Это были равные условия, каждый имел возможность вытащить тот или иной конверт, соответственно, значит, если он вытащил, он повезло, да, там, карта легла именно в его пользу, и он выступать будет перед избирателями в пятницу, то тут ничего страшного нет. Если же это в интернете и так далее, ну, хотелось бы, конечно, чтобы соблюдали правила, что все-таки в субботу, чтобы не было никаких агитаций. Никакой агитации. Могут ли кандидата снять с предвыборной гонки, если он все-таки нарушит закон, и в субботу там произойдет какой-то? Знаете, ну, в любом случае, любая сейчас отмена регистрации, это связано с судебным порядком, да, то есть обращение в суд и так далее. Мы понимаем, что если в субботу кандидат нарушит, то вряд ли в субботу суд рассмотрит это заявление, то есть там все равно судебное заседание, это может как вновь открывшиеся обстоятельства потом трактоваться уже после выборов, но я думаю, что вряд ли, наверное, это повлечет за собой какие-то серьезные последствия для кандидата. То есть мы в последние все годы все-таки наблюдаем на территории Архангельской области достаточно корректное ведение компаний, то есть, так скажем, нарушений, связанных с наглым таким, извините за такое выражение, наглым нарушением правил агитации, их становится меньше. Раньше, знаете, какие-то чернушные материалы выходили, да, там и разрисовывали в подъездах что-то там и так далее. То есть сейчас этого стало меньше, может быть, больше культура у кандидатов стала, может быть, все-таки это уже не действует так на избирателя, то есть это годы 90-е, да, там можно было там расписать, там, не знаю, там забор, да, какими-то словами, там, может быть, не очень красиво, мы все считали, ух, так круто, да. А сейчас, в общем-то, наверное, не особо это действует на избирателя, все избиратели все-таки для себя делают выборы, исходя из кандидатуры, да, и реальных дел, которые данный кандидат делает, и реальные, значит, его поступки, реальные действия, которые он совершает. Наверняка будет еще вопрос, «Смогу ли я проголосовать заранее, да, и смогу ли я проголосовать дома?» Дома вообще, конечно, проблем никаких нет, мы и в кампанию по общероссийскому голосованию, и сейчас призываем тех избирателей, которые там по состоянию здоровья, там, по возрасту и так далее, не могут прийти на избирательный участок, позвонить в участковую комиссию, мы, естественно, к ним придем, у нас будут обеспечены все те же меры безопасности, которые на общероссийском голосовании, то есть маски, перчатки, обработка рук, бесконтактная передача бюллетеня, то есть все те способы, которые применялись для того, чтобы избежать каких-то последствий, связанных все равно с еще незавершившимся пандемией. Поэтому мы максимально хотели бы, чтобы лица преклонного возраста, все-таки по возможности, они не выходили, значит, на участки, если это для них удобно, то мы к ним придем домой. Проголосовать, значит, где-то в другом месте тоже можно, мобильный избиратель, то есть мы же говорим о том, что это уже норма стала для многих, я проживаю, вернее, зарегистрирован по одному адресу, работаю по другому где-то, или там проживаю по другому, пожалуйста, через госуслуги, уже сейчас заявления принимаются, в территориальных комиссиях МФЦ, со 2 по 8 сентября, это будет можно сделать в любой участковой комиссии, на территории Архангельской области, до 8 числа. То есть после 8 сентября уже это будет сделать невозможно, поэтому до 8 сентября, подавая заявление, выбирайте для себя удобный участок. Будете находиться в Москве 13 числа, пожалуйста, тоже заявление подаете, 30 цифровых участков в Москве будут работать, то есть на них может проголосовать любой вообще россиянин, с любой точки России, где проходят выборы, либо губернатора, либо ЗАГС собрания. То есть получается, что это новшество такое, которое центральная избирательная комиссия вводит уже, вот предыдущая компания в прошлом году была осенью, сейчас мы с этим как бы тоже будем работать. Я думаю, что за этим будущее. То есть в любой точке в будущем можно будет проголосовать за компанию, которая проходит в своем регионе. Это очень классно, там по техническим возможностям до 5000 компаний может быть заведено в электронный прибор, то есть выборы, условно говоря, депутата моего Малашуйска, пожалуйста, приходи и голосуй, находясь в Москве, и голосуй за своего родственника, либо друга, либо однопартийца. То есть в любой точке, там на Дальнем Востоке, пожалуйста, голосуй. Вот это все, вот как бы цифровые технологии, которые нам сейчас предлагаются для того, чтобы вот, ну электронное голосование, вы знаете, что было очень активно на последнем, на общероссийском голосовании, сейчас еще регионы присоединились к этому, к электронному голосованию, проходят в виде, так скажем, неких экспериментов, но я думаю, что же за этим будущее? Помимо выборов губернаторов, понятно, что они основные, ведь в регионе еще пройдут, ведь какие-то выборы муниципальные и так далее. Муниципальных выборов всего в регионе проходит 20 избирательных компаний, они все небольшие, то есть они, так скажем, до выборы в Приморском районе ряд компаний по выборам депутатского корпуса поселенческого уровня проходит, и в Новодвинске избираются ряд депутатов на вакантные мандаты, которые появились. То есть они, так скажем, дополняют компанию по выборам губернатора, потому что в любом случае эта компания связана с, ну вот местной компанией, кандидатов выдвинуто достаточно много сейчас. То есть в том же Каргопольском районе идут выборы депутатов нового муниципального округа, который был Каргопольский муниципальный округ. То есть там упраздняется муниципальное образование, соответственно, будет округ, депутатский корпус, уже, так скажем, цена мандатов, в хорошем смысле этого слова, достаточно весомой становится, потому что будет депутат, представляет большую территорию именно от избирателей. Поэтому там идет такая, ну, хорошая, серьезная борьба за депутатские мандаты. Андрей Васильевич, спасибо. Желаю вам удачи в столь непростое для избирательной комиссии время. Спасибо. Председатель Архангельской областной избирательной комиссии Андрей Контьевский был сегодня гостем на 13 этаже. Благодарю вас, что это время посвятили нам. И до встречи в эфире.